На портал Экзегет поступил вопрос, говорит ли то, как человек ушел из жизни, о качестве самой его жизни, о его загробной участи? Не всякого сомнения. Вот когда мой первый духовник уходил из жизни, он уже 2-3 месяца ничего не ел и почти не пил, в силу болезни. И по идее, конечно, он должен был уже быть, ну, как обычный в таком состоянии, а не только, знаете, в полуобранничном, почти бессознательном, уже бессознательном, что сил уже нет даже просто глаза открытым держать. А он последние сутки перед смертью непрерывно молился, лежа, смотрел на икону, вот его родственница, невестка, видел, он смотрит на икону, вот у него в ногах икона была в матери, и шепчет губами. Напряженно смотришь, и шепчет губами. Ну, не трудно доказаться, что через священник при этом делает. Вот. И вот так он почти не спал, последний суток, все время молился. Потом она там убиралась, 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 и вдруг чувствует, что-то произошло, смотрит, а он уже не в этой мере. Одно тело осталось. Вот человек, по идее, никто бы не упрёк, не бросил, что он в таком состоянии физическом, психологическом, был бы в таком полозабытии. А вот он молился. Почему? Это можно объяснить только, конечно, Духом Святым, что Дух Святой дал ему такие силы перед концом жизни. Поэтому, конечно, одно человек, одно нервное, когда он, так сказать, выпил, перепил отравление, он умер. Предразививка наркотиков, ну, как я, такие крайние случаи, да. Или, когда человек умер, спасая человека от смерти другого человека, да, нет больше любви, кто свою душу положит, а другие свои, да. Известные слова священописания спасителя нашего. Поэтому важно, чтобы человек умирал с покаянием. Вот мне рассказывали об одной монахине, она когда умирала, а у ней папа был святой. Ну, буквально прославленный святой. И вот она умирала, к ней явился папа. Люди вокруг стояли, ее там духовное чадо там. И она так протянула руки, говорит, папа, я так хотел быть хорошим, у нее ничего не получилось. И вот после этого она умерла. Знаете, к ней, к этой монахине ходили священники за духовным советом, когда она была еще в силах и живая. Ее встретил, вот ее переход в тот мир, встретил ее святой папа. Ну, и она чувствуется, тоже была человеком, наверное, скажет, царство небесное пошло. Вот поэтому вот моя двоюродная бабушка очень тоже так интересно в этом святой мембирала. Она была на даче у нас и говорит, что-то я совсем плохо чувствую. Везите меня домой, а то если я здесь умру, у вас будут большие проблемы. Ну, там, тело, там, везти, лучше я сама. Она сама зашла в машину, села, ну, с помощью чужой, там, ее поддерживали, она своими ногами вышла. Ее подняли на, там, какой-то второй этаж ее дома, где она жила. Она была жива, она подошла к, ну, с чужой помощью, конечно, к постели. Она в постели умерла. Вот. Она была такой достаточно обычный человек, но она все время старалась для ближних своих. Вот где алкоголик, где она вот там и помогает семье, где не хватает денег. Она своей там пенсии, там, я же не знаю, сколько там было, совсем немного рублей. Она всю жизнь мало работала, потому что была инвалидом в детство. Она там всех обшивала и давала в долг по 500 рублей скопленных. Она просто все отдавала, так понимаю. Все, что она копила, она кому-то отдавала в долг. Притом, иногда ей не отдавали, потому что там были сложные социальные ситуации. И она никогда не просила, не скандалила. То есть, такая была человек очень такой, в христианской настроенности. И вот, и умерла она так, чтобы других как-то вот не обременить своей смертью. То есть, не так, как иногда люди, ой-ой-ой, все бегите сюда, там, спасайте меня, так сказать, вы все, так сказать, злые дни. Вот я тут несчастный такой, лежу, а вы меня не цените, не любите, не уважаете. А тут как раз было все по-другому. Поэтому, конечно, важно, чтобы человек умирал с покаянием, с мыслью, не только со страхом за свою, что он умирает, страх смерти. Ну, конечно, страх перед, чем меня ожидают в будущем, он, конечно, имеет место, страх Божий. Да, все-таки мытарство потом будет происходить, но с верой при этом, что Бог пришел меня спасать, Бог есть любовь, Господь меня спасет. А я для этого каюсь перед Ним в своих грехах, в надежде, что Он на мое покаяние меня спасет. Вот, когда человек умирает с покаянием и вот с таким, скажем, даже вот, если хотите, заботой о ближнем, это показывает то, что в нем есть душа, которую любит Бог людей. Вот, интересно, мы до Ханюба, буквально за несколько дней до смерти, мы служили молебен на здравии, там несколько священников, вот, и он, значит, он такой был уж, конечно, в нехорошее состояние, вот так вот, с закрытыми глазами, глазами, потом мы уже закончили, человек был участивый, он открывает глаза, так они на глаза смотрят, улыбаются, говорят, что вы уже отпеваете? То есть человек шутил, шутил, пытаясь нас подбодрить. Такой, улыбался-то хитрый, говорит, что вы уже отпеваете? Ну, конечно, рассмеялись, хотя, конечно, немножко горько у нас было, потому что мы понимали, что он уходит. Вот, понимаете, человек не о себе только любимому, а даже умирая, он забудет о ближнем. Ну, как такой человек, у него царство небесное, если даже смерть у него не отлучает от любви? Вот, есть же слова известные апостола, что у нас может случиться с любовью Христовой, ни глубина, ни высота, там, вот, ничего. Вот, даже смерть, она от любви, ко Христу, от к его заповедям, она людей, которые, конечно, это стяжали в течение своей жизни, это не просто так, вот, знаете, вот, лег, решил помирать хорошо, так не поручится, надо хорошо жить, хорошо помирить. Но вот, если человек сильно старался в этой жизни, то смерть как раз и показывает результат его стараний. Он умирает в злобе, как вот один, так сказать, когда пришел к нему священник, он посмотрел, вырубился матом, повернулся к стенке и умер. Вот, это такая вот смерть, в принципе, и там, и там смерть спокойна, да, на постели, среди родственников, никаких там особых таких, каких-то, да, даже мук не было, да, таких вот, но она очень разного качества. Поэтому надо хорошо жить, чтобы хорошо умереть, и чтобы твоя смерть был такой достаточно плавный переход в жизнь вечную. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.